здравствуйте дорогие мои друзья я решил переместиться еще древнее в 2006 год это alt linux 3.0 компакт то есть очень очень древний дистрибутив linux я его никогда не ставил не виртуальную машину не вне на реальное железо и очень интересно будет посмотреть что здесь и так здесь у нас лицензионное соглашение можно полистать его почитать мы нажимаем продолжить языка умолчания здесь у нас сразу же русские нормально сверху здесь у нас нарисованы этапы первый этап выбор языка 2 настройки клавиатуры далее разбивание дисков я надеюсь что на такое же самое как и на современных дистрибутивах далее установка загрузчика и установка базовой системы нажимаем далее так переключение раскладки похер оставим все как есть далее автоматически разбиваем далее ведь еще нет xd4 xd2 или xd3 нажимаем далее окей окей так установка загрузчика тоже все по умолчанию очкую я здесь импровизации заниматься если честно ну и установка базовой системы в принципе все должно быть нормально так далее пароль администратора ну чё-нибудь сюда напишем я как всегда один два три четыре пять шесть напишу шифроваться мне нет кого нажимаем далее так не будем придумывать что-то особенное бы быстро мы здесь напишем пароль пользователя 123 123 комментировать ничего не надо так кнопку счет его надо добавить список так ну вроде все нормально нажимаем снова далее и ждем следующий этап у нас вроде бы установка программ программы должны быть настолько древней что просто лугу-угу это древние кд и айси время они сейчас существуют а вот древних кд и где мы увидим наверное должны быть 3 может 2 скорее всего 3 но древние пипец просто тут короче все по умолчанию вес образа где-то 670 метров сейчас кажется мало но народ это же блин это это 2006 год разрабатывалось все это дело еще в 2005 вы можете себе представить ядро здесь я как понимаю она 2 и 4 мы еще проверим это это не точно так оставил только кеды нажимаем применить здесь у нас начинается этап подготовки установка пакета в таком маленьком окошке интерфейс инсталлятора чем-то напоминает интерфейс игры counter-strike если вы помните старую версию там коньте 1.1 1.3 1.5 видите русификатор к 3 написано значит еще 3 кеды но я даже ужаснусь наверно от версии насколько она будет древняя все пахнет знаете такой хотел сказать своей молодостью плесенью попахивает так многие этапы пропустил там ничего интересного настройка часового пояса принтера и ттп предпоследний этап остается нажимаем далее и надеемся что все будет круто что это мега ретро операционная система запустится добро пожаловать мы все нажимаем завершить ни пуха ни пера хочу сказать что с данным дистрибутивом я не знаком вообще с линуксом я в те годы дел не имел тогда у меня была миллениум если не ошибаюсь 2005 году в 2006 ну да в 2006 у меня конечно уже стояла нам сто процентов экспишка так имя пользователя от linux пароль для входа 1 2 3 вроде был входа все верно и запускается вот такие третьи кеды я видел кеды ну ну версия 5 3 3 5 10 вот такие кеды это еще древнее это еще гораздо древнее и так наконец-то я запустил это старею я постараюсь запустить версию мастер она вроде бы вообще 2 и 4 ее номер там год наверное ну 2002 3 еще более дремучий постараюсь посмотреть там наверное у нас уже будут кеды 2 те самые которые предлагали президенту украины ющенко про патчить под фрибы сди вы только посмотрите на вот эти огроменные часы довольно прикольно смотрится прям знаете такое вырубленное окошко в широкой панели и тут такой биг бен поселился давайте посмотрим что же это у нас за версия кд и понятно что здесь никакого еще долфина нет здесь в качестве файлового менеджера будет конкир такой очень древний файловый менеджер который пропадет как раз к началу кд и 4 точнее он еще будет там оставаться но он будет по большей части дефолтным браузером потом он вытеснится полностью окончательно я не знаю развивается программ это не развивается но было интересно она была чем-то таким универсальным одновременно и браузером одновременно и файловым менеджером и одно время когда dolphin очень был сырым в кадре 4 многие продолжали прикручиваете конкурер как основной файловый менеджер программа 2004 года развивается нас 99 версия кд и 341 я не мог быть с ними знаком потому что я повторюсь первые третьи кеды которые я стал использовать это кд и 3510 и они уже были куда более свежие вот здесь написано что-то обозреватель интернета и файловый менеджер посмотрите какая здесь тема окон те кто сидели на третьих кедах по большей части помнят тему пластик здесь что ее нет нужно посмотреть интересно потому что такое древничок ну кстати вот очень даже прикольно все это дело смотрится сразу же не отходя от кассы хочу посмотреть какая здесь версия у нас open office предполагаю что очень древние версия 1 и 1 охренеть 1 и 1 очень прикольно конечно и чем-то внешне он мне напоминает windows world pad чем современный какой-то офис обратите внимание на его дизайн и тогда это был такой вот open office это дедушка а либо офиса и получается младший сынок star офиса star офис это коммерческий офис сан микросистом сан микросистом сейчас нет ее поглотила орком это уже исторический софт на самом деле так а почему бы не посмотреть какая здесь у нас версия интернет-обозревателя браузер чека так ну меню когда есть здесь принципе такое же самое как в 35 давай зайдем в сеть 3w и откроем mozilla firefox боже мой так раскроем окошко какая-то версия какая-то версия версия 107 самый первый огнелись до этого в дистрибутивах linux использовался браузер просто он так и назывался mozilla мы можем увидеть насколько изменился интерфейс программы mozilla firefox я вообще-то очень хреновый знаток вообще языка английского иногда даже русского здесь вроде бы написано свободное программное обеспечение свободные программы свободный человек если не ошибаюсь снизу написано alt linux 3.0 compact ну и старый логотип сейчас здесь три маржа а до этого было три пингвина и все это было до alt linux 7 начиная с восьмой версии уже здесь изображены маржи не знаю чем пингвины вообще не понравились пройдемся дальше по меню так терминал ну терминал и в африке терминал не особо он чем-то отличался как сейчас как и тогда что он вообще не запустился если честно о запустился и знаете какой я лох надо было заранее узнать что здесь за ядро и все-таки думал что здесь ядро 2 и 4 поэтому включил виртуальной машине поддержку ядра 24 а тут уже ядро 2 и 6 и 12 2 и 4 это вообще кормешный древнячок я дружку то уже 13 лет 2006 год центр настройки кд и как он тогда выглядел ну как я по памяти все это дело сравниваю с кд и 3510 не особо то он отличается конечно там покрасивее и шрифты получше и новая шапка окон уже вот это красивая пластика не вот это такая древняя такая вот шапка окон чем-то мне напоминает древний рыдхат давайте посмотрим менеджер тем какие здесь вообще темы есть то они сюда в оформлении в окон эта тема web называется если так пластик тут есть ёмой фу я уж думал я уж думал что и этой темы старой добы просто-напросто не было оказывается она здесь есть вот она старая любимая тема пластика она мне очень сильно всегда нравилось такое что-то такое в стиле windows xp так тема ноутбук называется вот такая страшненькая систем плюс плюс не знаю причем тут систем плюс плюс такие вот гибридные темы и даже есть из риску с но мы вернем все как есть все как есть тема веб так далее что мы еще не смотрели давайте посмотрим вот эту штуку интересные здесь такие значки очень сильно похожи на windows xp но в принципе одна и та же самая эпоха не понимаю тех людей которые считают что microsoft воровала из кд это полная чушь недаром в кд есть три режима режим юникс режим apple режим windows то есть изначально графическая оболочка кд создавался как такой комбайн для того чтобы имитировать любой рабочий стол по умолчанию здесь имитируется рабочий стол и мы с windows для того чтобы пользователям windows было комфортно использовать тот же самый linux с кд не так давно я делал ролик про древний altlinux 411 потом недавно про свежую 83 база alt и тут я запускаю совсем древнющий altlinux control center вы можете видеть как он выглядит настройка начального загрузчика пользователи принтеры свойства экрана сетевое подключение и тд тп установка программ видимо он еще работал как пакетный менеджер прикольно или просто можно установить дополнительные компоненты и как видите можно еще подключать источники они же репозитория а мы подключаем репозитории ну я сомневаюсь что все работают хотя ради приколочь почему бы не почему бы не подключить на каких подключать хочу поставить галочку никакая из кнопок ты не срабатывать чё за хрень то чуть меня не получается ну скорее всего они не работают сами понимаете это соляки репозиторий 2006 года сейчас 2019 год то там будет что-то хранить еще в кадре были интересные особенности в интерфейсе я думаю каждый мог бы заметить файловый менеджер он же браузер конкур изображался в те времена с вот такой вот планетой земля где сидела какая-то гигантская муха а если в windows или какой-то другой операционной системе динамик смотрел направо здесь он почему-то смотрит в небо ну и настройка сети это торчащая резетка куда что касается производительности ну естественно в те времена два ядра это было очень дорого или практически что такое за грани фантастики были тогда уже вроде бы у нас амд 64 в те далекие времена в эпоху 478 сокета достаточно было если бы у вас был какой-нибудь pentium 4 какой-нибудь и бомжатский целерон чик атлон плюс xp кто не в курсе он именно так назывался а у кого-то как у меня в те времена был еще симпром был такой процессор одноядерный очень бюджетный такой аналог целерон чека на intel тогда у меня были не такие кеда у меня были 3510 в принципе конфига 512 оперативки жесткий диск 80 наверно симпрон чик не помню сколько мегагерц всего этого хватало и самое интересное она не тормозила вообще видеокарта у меня тогда была geforce 440 потом уже через год наверное у меня появился geforce 8 600 gt и ничего в интернет выходили музычку вконтакте смотрели картиночки друг другу пересылали никто не умирал все были счастливы и кстати мы тогда больше ходили на улицу мы с компьютером тогда не спали в постели компьютер был чем-то таким второстепенным не то что сейчас через что тогда смотрели видео вот такой видео плеер выглядит конечно очень олдово я как понимаю это какая-то у нас морда под мпл можете меня подправить ну а музыку слушали через амарок версия так видите здесь есть два стиля фобар 2000 и xmmc и вина это что потом не говорили что фобар 2000 или вином украл у амарок какие-то там на эти оформления еще чего-нибудь другое помолча наша задача его просто главное запустить запустили версия здесь должна быть у нас 14 или 13 версии 135 я его никогда в живую не видел она на тот момент это наверно самый лучший аудио плеер для unix и linux он действительно очень классно я вас очень прошу не пишите чувак выживи под этой системы под ней невозможно выжить она уже морально просто-напросто устарела для нее нет современных программ репозитории мертвы и даже если я их подключу я смогу устанавливать только такие же самые древние программы как и здесь потому что скорее всего туда ничего свежего не помещалось даже в дистрибутив 4.1.1 который использовал гораздо позже в 2008 году программы новые приходили не так часто а что говорить про вторую или третью версию alt linux вот такой вот был небольшой обзорчик по данному ролику вы можете отследить как выглядел вообще гену линукс в 2006 году а точнее как выглядел linux отечественный российский наверное для того чтобы отследить общую такую моду на linux 2006 года нужно смотреть mandrake тех лет или же кубунту ubuntu 6 версии но я на этом заканчиваю всем пока спасибо за внимание всем прекрасной субботы